Наш город посетила делегация Евразийской экономической комиссии. Визит проходит в рамках проведения 34-й международной отраслевой выставки-ярмарки концерна «Беллегпром» в Минске. Комиссия встретилась с руководством Гродненской области, а ранее смогла ознакомиться с предприятиями легкой промышленности нашей страны, а также укрепить сотрудничество в рамках единого экономического пространства и таможенного союза. По словам представителей комиссии, Гродненский регион имеет большой потенциал развития, в частности, легкой промышленности. Мы приехали с тем, чтобы донести и осветить деятельность Евразийской экономической комиссии в сфере промышленной политики. За нашу отрасль Евразийской экономической комиссии отвечает Сергей Сергеевич Сидоровский, вы его прекрасно все знаете. И поэтому одной из наших целей, кажется, донести даже этого региона Гродна, как перспективного индустриально развития региона, возможности, которые он предоставляет, работа в рамках Евразийской экономического союза. Сегодня основополагающим документом ЕЭК является решение о координации национальных промышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, где прописаны основные направления промышленного сотрудничества. В частности, углубление кооперации, формирование механизма поддержки третьих стран, развитие и углубление научно-технического и кадрового потенциала. Во всем этом ЕЭК выполняет роль не только координатора, но и площадки непосредственных действий и поддержки. Евразийская экономическая комиссия составила список отраслей, которые будут целенаправленно развиваться в нашей стране, России и Казахстане. Среди них авиастроение, химическая и нефтехимическая промышленность, производство электроприборов, разработка нано- и биотехнологий. Одним из приоритетов является легкая промышленность. И несмотря на ряд экономических трудностей, дорогую электроэнергию, импортируемое сырье, Гродно, по мнению ЕЭК, имеет большой потенциал для развития именно этой отрасли. Наталья Иванченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+.